В Америке задержан мужчина, расстрелявший прихожан в церкви в городе Чарлстон. Тысячи полицейских и агентов ФБР 14 часов искали преступника, он успел уехать в соседний штат. Убийца белый, его девять жертв чернокожие. На таком фоне пришла новость о ЧП в церкви в другом городе. Стрельба произошла во время репетиции хора. В этом случае никто не пострадал. О сегодняшней трагедии, о том, как криминальная хроника смешивается с политической, в репортаже Анатолия Лазарева. Предполагаемого убийцу выдала машина. Кто-то из автомобилистов заметил на шоссе в 400 километрах от Чарлстона, в соседнем штате Северная Каролина, темный седан, фотографии которого со вчерашней ночи не сходят с экранов телевизоров, и позвонил в полицию. 21-летний Дилан Руф был арестован, когда попал в пробку. Сообщается, что он не оказал сопротивления. Сейчас его допрашивают, и он сотрудничает со следствием. Я не могу вдаваться в детали расследования, но те факты, которыми мы располагаем, позволили нам сейчас возбудить дело по факту массового убийства по мотивам ненависти. Но мы также будем изучать вероятности других мотивов. Полиция считает, что именно Руф накануне вечером вошел в старейшую на юге США африканскую методистскую и бескопальную церковь, где, как всегда по средам, чернокожие прихожане собрались на так называемый семинар по изучению Библии. Молодой человек тихо просидел в углу час, а потом выхватил оружие и открыл огонь. Примерно в 21.05 мы получили сообщение о стрельбе в церкви. Патрули немедленно прибыли на место, где были обнаружены 8 тел погибших. У всех пулевые ранения. Еще один человек был госпитализирован. Он скончался. Всего жертв в трагедии 9. Убиты трое мужчин и шесть женщин. Все афроамериканцы. В том числе и член Сената штата Южная Каролина. Сообщается, что среди выживших пятилетняя девочка. Когда началась стрельба, ее бабушка мгновенно среагировала и велела внучке притвориться мертвой. И еще одну женщину. Убийца отпустил, велев рассказать, что здесь произошло. По ее словам, он кричал, что чернокожие захватывают страну. На помощь полиции Чарлестона прибыли бойцы спецподразделения, а также агенты ФБР, в том числе из Вашингтона. Поиски убийцы не давали результатов, пока не позвонил дядя Дилана Руфа, опознавший племянника на кадрах камеры видеонаблюдения. По его словам, пистолет 45-го калибра Дилану подарил отец на день рождения в апреле. Президент Обама, выступая час назад с экстренным заявлением, призвал пересмотреть законы об оружии. Давайте на чистоту. Мы должны осмыслить тот факт, что подобное насилие не происходит в других продвинутых странах. Невинные люди вновь погибли отчасти потому, что человек, который хотел нанести вред, без проблем получил в свои руки оружие. СМИ сообщают, что Руфа уже дважды арестовывали за наркотики и незаконное проникновение. В одной из социальных сетей журналисты нашли фотографию Дилана. На его куртке флаг ЮАР времена протеида. То есть той поры, когда белое меньшинство Южной Африки управляло черным большинством. Люди боятся говорить, но тут все дело в расе. Мы замалчиваем это, даже здесь, в нашем городе. Люди ненавидят других просто потому, что им кажется, что цвет кожи у них какой-то не такой. Чарлстон в эти дни должен был оказаться в центре политической, а не криминальной хроники. Хилари Клинтон, кандидат в президенты США, агитировала в городе за несколько часов до расстрела. А другой претендент на высший пост в государстве, Джек Буш, запланированные на сегодня предвыборные мероприятия в Чарлстоне, отменил. Во многих церквях по всей стране сегодня идут траурные службы, и полиция берет их под усиленный контроль. Минувшим же вечером неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия церковь в штате Таниси. Там в тот момент репетировал хор. Никто не пострадал. Пули застряли в двери. Анатолий Лазарев, Дмитрий Юрьевич Невой, Светлана Баркова. Первый канал. США.